Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. На железнодорожном перегоне Светлогорск жертв случилась трагедия. В полутора километрах от райцентра утром 14 марта машинист обнаружил расчленённое тело человека. Следственная оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия. По предварительным данным, 22-летний житель Светлогорского района сорвался со сцепки между вагонами проходившего ранее состава. Тело направлено в морг для проведения ряда экспертиз. С начала 2021 года это уже пятый несчастный случай на железной дороге. Четыре из них обернулись летальным исходом. Перейдём к автодорожной обстановке. За предвыходные и выходные дни сотрудники госавтоинспекции на территории региона выявили 20 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 63 человека сели за руль, не имея на то прав. Произошло 5 ДТП, в которых один человек погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести. 12 марта примерно около 4 часов дня на автодороге Черниче-Горка в Житковическом районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учёл погодные и дорожные условия, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки от полученных травм скачался на месте происшествия. А в Жлобинском районе в субботу в ДТП пострадал мотоциклист. 50-летний водитель автомобиля Форт Мондео на автодороге М5 Минсгомель при выезде с авторостепенной дороги не предоставил преимущества в движении мотоциклу Регул Мотоспорт. 37-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу. Предположительно, неосторожность при курении стала причиной пожара в Жлобинском районе, где обнаружен мертвым человек и уничтожено имущество в частном доме. Сообщение о пожаре в деревне Перевичи поступило 14 марта около 7.30 утра. Когда подразделения МЧС прибыли к месту, наблюдалось горение внутри дома и из окон выходил черный густой дым. При проведении разведки спасателями на полу в горящей комнате за диваном было обнаружено обгоревшее тело брата хозяина дома 61 года рождения. В результате пожара уничтожено потолочное перекрытие, имущество в доме и стены по всей площади дома. Причина пожара устанавливается, рассматривая версия неосторожного обращения с огнем при курении. Районным отделом Следственного комитета проводится проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. В Гомеле на Лебедином озере рыбак почувствовал себя плохо. Спасатели пришли на помощь. Днем воскресенья в службу спасения поступило сообщение о том, что мужчине, который ловил рыбу на озере в микрорайоне Шведская горка, стало плохо. Самостоятельно передвигаться он не мог. Потребовалась помощь в переправке на берег. По прибытию к месту вызова спасателей мужчина 1968 года рождения находился на льду примерно в 150 метрах от берега. При помощи носилок и веревки он был доставлен на сушу и передан врачам скорой медицинской помощи. После осмотра принято решение о госпитализации. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания.